И сейчас я хочу сказать что-то о Майюм Шахша Го Шили Бхакхи Вайбави Пури Гасвай Махараджи. Вы знаете, что те, у кого есть возможность изучить историю его жизни, они очень удачливы, но не все это могут видеть. И вот Махарадж был очень отречен, очень, он по просьбе Вайкана с Гасвайом Махараджа, вы можете слышать имя Бахтии Гурав Вайкана с Гасвайом Махараджа, на день его явления еду, по его милости, на Хинде, там будет Харикатха. На самом деле, Сила Вайкана с Гасвайом Махараджа, он был очень отречен. И вот Махарадж, он знал 6 или 7 языков, тамильский, бенгалий, хиндию, потом еще несколько южно-индийских. Я был очень удачлив, я видел его лично. И вот Вайкана с Гасвайом Махарадж, он был родом из одной деревни, с Бахтии Вайба в Пури Гасвайом Махараджа, и он попросил его проповедовать широко, поскольку он сам не мог, как сказать, не хотел никуда ездить, и вот он возложил эти обязанности на Бахтии Вайба в Пури Гасвайом Махараджи. Used to love him very much. His truthfulness. Не тот where he can give me honor, he can give me money, I can change, I can make my voice soft, И вот однажды он пришел на юбилей Моего года. И вот на том, празднование юбилея Моего Гурдева, его попросили говорить на Бенгале. И представили какого-то переводчика, который переводил, но Бхактима Бхури Махараджа, он заметил, что переводчик переводит неправильно. И вот по просьбе Вайкана Гасвай Махараджа и Джанадан Гасвай Махараджа, они оба ученики, ищут правхупады Бхакти Сидданты Сарасвати Гасвами Дхакура, и они попросили его, чтобы он проповедовал на широкую ногу. Мы знаем, что ты правильный, достойный, достойная личность для проповеди. И вот по просьбе Бхакти Гура Вайкана Гасвай Махараджа и Джанадан Махараджа, он был, он по их указанию, он начал широко проповедовать. И вот за короткое время он был очень успешен, так как у него было много учеников, но Махарадж никогда не шел на компромиссы с чистой преданностью. Я могу пример привести. Однажды все призывные собрались в одном месте и сказали, о Махараджа, вы больны, сейчас, вы скоро умрете, и мы просим вас выбрать Ачарию, и Махарадж ничего не сказал. И они снова и снова просили его, что вы уже пожилы достаточно, и как это ваше общество поддерживать? Нужен Ачари какой-то. И Махарадж сказал, я хочу видеть такой стандарт. И вот сказали, что, а что делать? Если вы не выберете Ачарию, то ваше общество может распасться. Бхакхи-вабраба в Пури Гасаримарадж сказал, что если по милости Махапраба, это общество, наше общество организовалось, и если по желанию Махапраба распадется, то пускай распадется. Я видел его в Пури, и он приезжал сюда в Майкор, чтобы встретиться с моим Гурдевым, и в Пури он тоже приходил, чтобы встретиться с моим Гурдевым, с силой Пурига, своим Ахаражем, и он замечательно знал всю Сиданто, его особый баджан был Намбаджан. Когда все преданные попросили его отправиться на западные страны, то он сказал, смотрите, у него столько лет, как я могу поехать, а другие преданные начали говорить, что вы также должны пролить милость на тех, кто живет за пределами Индии, и как же я поеду, я уже достаточно стар, но преданные сказали, мы все организуем для тебя, и Махараж так иначе согласился. В этом пожилом возрасте, посмотрите, как он проповедовал в Италии и прочей Европе. Я встречался с некоторыми его учениками. Италии, и другие страны, европейские страны, я не забываю его имя, он часто слышал меня в Харикадзе. И вот какой-то один из его учеников мне однажды сказал, когда встретил моего гурдова. Когда он начал говорить Харикадзе, то мое сердце расплавилось, и он имел такую силу, такую могущество. Он просто посмотрел на меня, мне было этого достаточно, и те преданные Запада, которые слушали его Харикадзе, они были очень удачливы. Смотрите, в таком пожилом возрасте, как он смог отправиться в такие западные страны. Хотя были какие-то завистники у него, они критиковали его, что он ездит. Махараш сказал, что хорошо, ездите сами, я никуда не поеду, и прекратил ездить. А после этого он основал много храмов, и Джанадан Махараш какие-то храмы свои ему передал. И в арендовании в Севакунже она была. Но он, в общем, выбрал какое-то место, еще Пармадуити Махараш его выбрал. И этот продавец этого места, когда он узнал, что… Севакунж place was already, you know, how possible this important place, Севакунж, just beside Севакунж. Now you understand the gravity of his version. И вот, в общем, этот продавец этого места рядом с Севакунж, он, когда только услышал его имя, он решил точно продать это место в бхакти-вайбрах-пуре Госвами Махараши. И вот настроение овощного можно понять по тем божествам, каким он поклоняется. И Шрига Пурегасуя Махараш, он основал много храмов по всей Индии, и много преданных привлекли… много людей привлеклись его личностью и стали преданными. И несколько случаев я могу рассказать. Однажды, какой-то вор был пойман на месте воровства, и вот его поймали, пока он убегал. И Махараш сидел в комнате, и какие-то преданные начали кричать, что вора поймали, но Махараш сказал, приведите этого вора ко мне. И вот этот… привели вора к нему в комнату, и он поклонился. Махараш посмотрел на него, и сердце этого вора изменилось. Он спросил, ты своруешь? Да, ворую. Почему? Ну, я очень беден, не могу по-другому жить, очень беден, вот так на хлеб зарабатываю вораством. И Махараш с полным состраданием посмотрел на него, если я дам тебе денег, ты опять будешь воровать? И он сказал, нет, сколько денег тебе надо? То есть, если я тебя обеспечу деньгами, ты будешь совершать ваджан? Или нет? И вот Пуримакараш спросил, если я дам тебе достаточно денег, будешь ли ты совершать ваджан? И вот этот вор взял деньги у Пуримакараш, отнес их домой, потом пришел в Матхи, начал жить в Матхи, и сейчас он стал Саньяси, я не буду назвать его имя. Смотрите, он был подобен философскому камню, который превращает все в золото, соприкасаясь с чем-то. И он видел людей насквозь. Он мог предвидеть, что впоследствии произойдет, например, какой-то брамачарий, он хотел Саньясу принять, но Бакхи Вайпа в Пуримакараш, он сказал, что я не могу, я вижу, зачем ему Саньяса, и поэтому не могу, не хочу давать Саньясу ему, поскольку его мотивы не чисты. И как он оставил свое тело, это тоже прекрасный пример, он получил всю милость силы Прохопады. И сейчас я не могу найти никого подобного ему. Я не могу найти никого типа. Редактор субтитров А.Семкин И вот некоторые из учеников Щилы Бхакти Вайбав Пургасвай Махраджа, они очень удачливы, у них есть вера в Харикатхо, и сегодня я хочу попросить благословения у него, чтобы он благословил меня на пути преданности. И вот на сегодня конец, если есть какие-то вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok И вот на сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok И вот на сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok